Здарова, Ханина Хорни нам нами напомнит на связи. Короче, данная 1096 глава обещает перезапустить всю машину хайпа по One Piece. Потому что Редон и остальные сливщики даже сделали предупреждающий пост о том, что по событиям из этой главы могут сравниться лишь те, что были в 1044, на моменте пробуждения пятого гира. Я, честно говоря, даже не знаю, что может быть неожиданнее, чем признание Луфи богом ведомым судьбою, а не пареньком самостоятельно кующим свою судьбу. Поэтому после самих спойлеров с нетерпением буду ловить Равскана и саму главу целиком. Уже начали форсить и топовую подсказку на 1100 главу. Обещается, что в этой красивой на цифры главе будет нечто невероятное. Ждем всем селом, дай бог под конец этого года, как подарок перед большим перерывом. Лично я ожидаю раскрытия Фрукта Драгона и его темное прошлое, особенно связь с матушкой Луфи. Это как минимум такой ивент мне подавай на 1100. Чего ожидаете вы, черкайте в комментариях. Может чье-то желание совпадет с реалиями, когда получим 1100 на руки. На следующей неделе обещают без перерыва, поэтому пока не вышли официальные сканы, подписывайся на телегу. Там выложу дополнительную информацию по этой 1096 главе. Также напоминаю, какими нужно быть крутарями, чтобы попасть в этот список. Особенно пока я болею и пытаюсь не помереть до окончания One Piece в целом. Каждого меньше, чем три. Ну а теперь к спойлерам. Название главы Кумачи. История на обложке, в которой фигурирует Зоро. Здесь давайте сильно сейчас заострять свое внимание не будем и свалим на следующий абзац по главе. Иванков и Кума создают план побега из долины богов, взяв призы с турнира по охоте на рабов. То есть те самые дьявольские фрукты и используя их. Здесь мы все оказались правы, еще на прошлом стриме по обсуждению этой главы мы заметили те самые сундучки. И да, вы были правы, в них именно дьявольские фрукты. Сейчас вы узнаете историю трех секретных дьявольских фруктов. Пираты Рокса прибывают в долину богов. И мы видим весь их состав. Туда же отправляют гарпа. Наконец-таки с этой главы будут показаны хоть какие-то новые члены из пиратов Рокс. Ой, чует мое сердце от одного из них, все будут в шоке так же, как и я. Значит, гарп уже тогда был на счету мирового правительства, неким вышибалый, раз его отправили остановить такого важного пирата. Выясняется, что бабуля Неон из Амазон Лили является пиратом Рокс. Вот это, конечно, да. Если кто забыл, это та самая наставница Хэнкок. Вот эта вот старушечка, бабуля Неон, одна из пиратов Рокс. Кто-нибудь будет теперь сомневаться в силе вот этих древних стариков? Это, конечно, действительно пузанчик-нежданчик. Больше всего жду в этой и последующих главах раскрытия абсолютно каждого члена пиратов Рокс. И как нам обещали в сотой главе, наверняка раскроют то самое событие стычки гарпа и Рокса с Роджером. Среди призов есть дьявольский фрукт Кайдо и дьявольский плод Кумы и Иванкова. Иванков и Кума планируют забрать их, чтобы сбежать. Но, как мы уже знаем, у них это удалось. Самый интересный вопрос, который до сих пор остается открытым. Вот эти три дьявольских фрукта – это финальная награда за весь турнир или были еще какие-то, которые позже нам раскроют? Ясно, что Кума и Иванков получили свои фрукты. И также, как мы все толпой прочли все эти события, что тот самый фрукт Кайдо был в одном из тех запертых сундучков. Приходит большая мамочка и противостоит Иванкову. Она берет дьявольский плод, который держит Иванков – Уа-Уа-Нуми. Но Куме удается съесть свой фрукт Никью-Никью и встретиться с Сатурном. Где-то в параллельной вселенной процветает Ванпис, в котором Иванков пожирал фрукт Кайдо лазурного дракона. Вот это пацану не жирно, губа не дура. Но теперь мы точно понимаем, что у Рокса не было этого дьявольского фрукта. Многие предполагали, что после его смерти фрукт переродился, и Биг Мам быстренько подала его Кайдо. Теперь остается уповать лишь на Ями-Ями-Нуми. Иванков все-таки, значит, не смог съесть этот фрукт, и потом ему пришлось кушать гормоны. Сейчас эта история закручивается как никогда. Мы также видим пиратов Роджера. В то время Роджер еще носил легендарную соломенную шляпу. Не, ну эта глава просто прочитана на прошлом стриме. Даже об этом мы говорили. То, что, скорее всего, в то время Роджер еще должен быть в соломенной шляпе. Всем по лайку, хорош. Пока нам не раскрывают всего инцидента в Долине Богов, мы видим только прибытие различных фракций и переходим в Королевство Щербет, откуда также сбежали Кума, Иванков и Джинни. Вся глава, как мы видим, полностью происходит во флешбеке. Да и как можно понять по спейлерам, этот флешбек не спешит заканчиваться. Я очень надеюсь, что он продлится до самой тысячи сотой главы, где и будет кульминация всей этой истории. Что думаете по поводу всего вышесказанного, черкайте в комментариях и залетайте в телегу, чтобы обсудить подробности там. А я на этом буду потихоньку заквадратняться. До скорых встреч. Кэмпай!